Мощного подкаста, ребята, сейчас в прямом эфире, в один дубль, вживую, мы с вами будем говорить о краеугольнейшей теме, о том, во-первых, как идентифицировать у себя преддиабет-диабет, есть ли у вас риски этого заболевания, кто к нему предрасположен, как вылечить диабет, как адресовать диабет, от чего он у вас появился в организме, в жизни, от каких генетических предрасположенностей. Из этого у нас также сейчас выходит сразу инсулиновая резистентность, потому что это с диабетом, идущая рука об руку, проблема, инсулиновая резистентность идет с сахарным диабетом, рука об руку абсолютно. С ними же вместе оттуда идет метаболический синдром, но вас, скорее всего, будет интересовать самая распространенная и самая популярная тема, которая так и называется, да, метаболический синдром, сахарный диабет, преддиабет. Вас, скорее всего, интересует самая вытекающая из этого главная проблема, которая современного человека губит. Это инсульты, рак, ишемические болезни сердца. Это то, что губит большую часть людей после 40, и то, что до 40 драматически портит качество жизни. И сейчас мы с вами разберемся с диабетом, ребята, очень просто. Пожалуйста, запомните следующие мои рекомендации и слова, и они спасут вам жизнь, потому что это все понемногу, по чуть-чуть, по капельке, по граммушке, так сказать, вашей жизни накапливается постепенно. Да, вот, вы даже можете не представлять, что вы живете в преддиабете 10 лет, и дальше оно просто как вот лавина обрушивается на вас, как лавина на вас обрушивается. Я очень прошу вас посмотреть это видео от начала до конца. Для тех, кто с вами не знаком, у меня тут Алексей Ворон, я автор, ведущий, диетолог, работаю уже очень много лет на рамках нашего курса по гомарафону, который имеет лицензию Минздрава Чешской Республики. Каждый год мы обновляем эту медицинскую, и уже более 8500 выпускников, которые со всеми этими проблемами к нам приходят со всей планеты более, считайте, уже скоро 80-й сезон. Вот сейчас у нас идет сбор по месяцу каждый сезон, вот и умножьте, какое количество лет мы работаем публично, ребята, помогая людям с именно вот этими расстройствами, заболеваниями, синдромами и прочими. И я сейчас с вами поделюсь опытом работы, покажу вам слайды, покажу вам видео, как процессы эти в организме проходят, что вы можете с этим сделать, какие лекарства вам не нужны, а какие вам нужны. Поэтому, если вы хотите жить, да я уверен, вы хотите жить, пальцем наверх, пожалуйста, поддержите, обязательно подписывайтесь, ребята, и смотрите от начала до конца. Я должен провести для вас сравнительный метафорический ряд такой, сравнительный метафорический, чтобы вы просто поняли, да. Где старт, где начинается вот эта история, вот этот гнилой корень, да. Вот если мы говорим с вами о инсулиновой резистентности и преддиабете, для тех, кто не понимает, что такое преддиабет. И большая часть из вас, скорее всего, не понимает, потому что у меня такое количество больных приходит, у которых диабет второго типа, диабет первого типа, которые десятилетиями на лекарствах сидят, десятилетиями. И они до сих пор не понимают, зачем они пьют эти, они просто слышат слово «высокий сахар» и все, и вот пьют как бы лекарства, и никто не задает никакого вопроса. Ребята, это корень, это основная проблема современного человека, главный убийца. Я вас буду сейчас, вам и слайды буду показывать, и авторов буду показывать, и рекомендовать, кого смотреть. Значит, смотрите, очень хорошо о фундаменте этого расстройства рассказывает доктор Питер Атия, и я вчера его поднимал, и сегодня подниму тоже эту тему. Доктор Питер Атия, потрясающий абсолютно специалист. Я вас попрошу вот эту книгу, если у вас будет такая возможность, outlive называется, прочитать, или хотя бы аудиоформат ознакомиться. Доктор Питер Атия рассказывает здесь о первой причине, которую мы с вами сейчас поднимаем на английском, называется overnourishment. Overnourishment, или на русском, если мы будем переводить напрямую, это переизбыток питания, переизбыток калорий, которые вы потребляете в день. И дальше, вот это самая базовая, фундаментальная история, которую вы должны понять, как работает, откуда берется преддиабет, откуда берется диабет впоследствии, откуда инсулиновая резистентность, откуда метаболический синдром, и отсюда же, ребята, идут корни дальше впоследствии инсульта, рака и ишемических болезней сердца. Вот это вот, я сейчас постараюсь максимально простыми вам словами объяснить. Переизбыток калорий, которые вы получаете из пищи, приводит к тому, что вот этот орган ваш важнейший, мы сейчас будем сразу с вами показывать, pancreas function, поджелудочная железа. Значит, у вашей поджелудочной железы есть две функции, она у вас находится, соответственно, грубо говоря, там в середине абдоминальной части, да, вот у вас, если приблизим, ваша поджелудочная железа, здесь она находится, и у нее есть две специфические выраженные важнейшие части. Она отвечает за, значит, выработку пищеварительных энзимов, которые помогают вам переваривать амилаза, липаза, протеаза, значит, это digestive enzymes, так называемые пищеварительные энзимы. То есть, вот и съели кусочек пищи, и для того, чтобы вы его могли усвоить, из него получить все калории, и категорически важнейшая функция вашей поджелудочной, которая сводится к ощелачиванию в тонком кишечнике контента, который попадает из желудка, потому что в желудке pH 1,5, а в тонком кишечнике у вас должен быть pH, запомните, ребята, ощелоченный 4+, Плюс поджелудочная выполняет категорически важнейшую функцию ощелачивания. Если у вас не будет ощелоченного содержимого тонкого кишечника, вы не сможете ничего усвоить, и ваши бактерии будут страдать, и у вас развьется синдром раздраженного кишечника и СИБР. Так вот, ваша поджелудочная выполняет часть функции, это выработка пищеварительных энзимов, да, липаза, амилаза, значит, а вторая часть, которая нас с вами вот сейчас максимально интересует, это выработка гормонов, смотрите, глюкогон, инсулин, стоматостатин и подкреатические пептиды, вот это то, что вас должно в первую очередь интересовать, вот эти два гормона, инсулин и глюкогон, инсулин и глюкогон, вот они два, инсулин и глюкогон, категорически важнейшие, главные два гормона, которые управляют, наверное, очень простыми процессами в вашем организме, которые я вам сейчас объясню на пальцах, значит, смотрите, какая штука, инсулин вашей поджелудочной управляет глюкозой по верхнему референцию, то есть, вот вы сели покушать, и у вас поднимается количество глюкозы после еды, глюкозы не обязательно абсолютно есть там сладкое, глюкоза после еды поднимается от любого приема пищи, даже если вы съедите 200 грамм сала чистого, вы съедите там, не знаю, 150 грамм сыра, где вообще, в принципе, отродясь, не было сахара, но любой прием пищи поднимает количество энергии в вашем организме, в зависимости от типа пищи, эта энергия может подниматься очень быстро или очень медленно, вот сало поднимает ее относительно медленно, сыр относительно медленно, но если вы, например, съедите там какой-то обычный там пюрешку с мясом, я тоже покажу слайды на этот пример, ваше поджелудочное выработает много этого инсулина, который должен связать эту глюкозу и энергию, которую вы получаете там, например, от картофеля, да, крахмалистой с высокой гликемией, и вот это очень важная переменная, он должен связать эту энергию, этот инсулин, и должен дальше отправить ее по необходимой нужде, а вторая часть вашей поджелудочной, да, именно гормональная, по менеджменту этого уровня глюкозы, это вот глюкогон, который вам помогает, когда вы внимательно не едите, то есть инсулин, он работает, когда ты ешь, и он не дает глюкозе крови подняться слишком высоко, а глюкогон, он не дает глюкозе крови опуститься слишком низко, то есть это такая важнейшая функция, понимаете, насколько это важный орган, то есть у тебя и не слишком высоко глюкоза, и не слишком низко, ну, большая часть из нас, и как я вам сказал, книга доктора Питера Ти, да, вам описывает, и сам по себе доктор описывает вам процесс переизбытка калорий, то есть у нас слишком много калорий приходит с пищей, и из-за того, что слишком много калорий приходит с пищей, мы, соответственно, с вами имеем проблему нагрузки на поджелудочную слишком большой, и у вас в основном, да, если мы предположим, что вам нужно там полторы или две тысячи калорий в день, а вы потребляете там две с половиной, в основном большая часть людей больше трех тысяч калорий потребляет, и слишком часто, и у нас получается вот эта проблема реализованная на практике, инсулина у нас слишком много, этого гормона, который связывает все съеденное энергию, и должен этот инсулин отправить эту энергию в вашу мышечную клетку или в клетку какой-то ткани, которая должна под воздействием инсулина получить энергию. И вот здесь ключевая проблема, то, что большая часть людей, они этого, к сожалению, не понимают, здесь развивается инсулиновая резистентность. Инсулиновая резистентность развивается на фунтах, потому что у вас слишком много калорий, у вас слишком много инсулина, у вас этот инсулин не работает, он должен работать. Это инсулиновая резистентность. Когда его слишком много, он как бы должен отработать, да, то есть вот у нас с вами, смотрите, какая штука, вот он должен работать, и он должен, на нас с вами, вот смотрите, это у нас с вами глюкоза, а у нас с вами, да, инсулин, который должен связать эту глюкозу. И он должен вот этому рецепту, вот видите, как вот у нас глюкоза с вами, вот, смотри, еще раз, инсулин, подавайте ключик такой, рецептор открывает эту, эти, да, рецептор открывает, вот здесь внимательно, вот здесь вот инсулин у вас с этой стороны, вот здесь, посылает сигнал вашей клетке, говорит, привет, мы пришли кормить, мы даем тебе питание, как работает в нормальном организме инсулиновая, это разная функция инсулиновая. Вот он такой, опа, привет, мы готовы питание тебе дать. Клетка такая, отлично, супер, заменим, открываем ворота, и вот у вас здесь вот эти вот ворота, они открываются и принимают питание. Супер, отлично, так должно работать. В большинстве случаев так не работает, к сожалению. В большинстве случаев вот эта вся энергия глюкозы, которую вы видите в этой гифке, она не отправляется в клетку, или отправляется в клетку в минимуме своих значений, потому что у нас с вами переизбыток этой глюкозы, переизбыток этого инсулина ведет к тому, что рецептор не улавливает. Значит, вот эту вот функцию, сейчас постараюсь вам показать еще раз гифку. Вот здесь, смотрите, этот инсулин, его слишком много, он блокирует работу рецептора, и резистентность к инсулину, вот она именно так выражена, резистентность, к тому, что вот этот ключ прекращает работать, и ворота больше не открываются, а глюкозе куда-то нужно деться. И, соответственно, ваша глюкоза будет отправлена в единственное место, в которое она может быть отправлена безлимитно. Это жировые депо, да, потому что они бесконечно объемные. И вот у вас есть количество энергии, и куда-то энергию нужно дать, да. То есть это вот как электрический ток, да, который не может просто жить в проводах. Ему нужно куда-то прийти и где-то отработать, да. Вот этот электрический ток, который мы генерируем, например, да, на электростанции, или там на электрической дамбе, да, нам, допустим, да, или там на ветряках. Вы же знаете, что мы не производим все время электричество. Потому что электричество должно выполнить свою функцию. Оно должно быть сгенерировано и отправлено к потребителю. Ты не можешь генерировать электричество просто так все время. У вас должен быть, если вы генерируете электричество, вы его не потребляете моментально. У вас должен быть накопитель. Так работают, например, тепловые станции. Они раскачивают свои печи, которые они топят углем, например, вечером, когда потребителей больше, когда все включают свет. А днем или утром, когда солнышко светит, они уменьшают количество производства электроэнергии. Понимаете, как это работает? И точно так же, например, с атомными станциями. Они могут увеличивать или уменьшать количество вырабатываемой энергии. Или, например, на дамбе они могут закрыть или открыть вот этот шлюз, который будет дальше вращать это колесо и генерировать вам электричество. Единственный формат, как мы можем генерировать электричество круглосуточно, это накапливать его где-то. Для этого и существуют батареи. Батарея – это накопитель электричества, который имеет определенную объемность. И объемность у вас в киловаттах в час измеряется, например, в электробатарее, например, в автомобиле. То есть, если у вас, смотрите, автомобиль на проводе, вы воткнули в него эту розетку, например, и вы можете ездить как на машинке на управлении по комнате. Но вам же не хочется, вам хочется поехать куда-то далеко. Поэтому провод вы не можете иметь. Вам нужно иметь автомобиль с зарядом электричества, зарядом энергии, готовый на любое путешествие. И вот у вас появляется необходимость иметь большую объемную батарею. Вот с человеческим телом точно такая же фигня. Смотрите, вы когда потребляете вот эту энергию, которую нужно куда-то деть, мы ее можем деть единственным форматом в одно место, только в батарейку. Батарейка ваша энергетическая, ваша мясная батарейка, только в этом случае жировая батарейка. Есть жировые ваши депо, в которые съеденный переизбыток калорий отправляется, если у нас, например, в автомобиле есть определенное количество киловатт-часов объем батареи. Если у вас, например, есть гигантские накопители, в которые вы можете отправить собранную за день солнечную энергию, и вечером у вас будут потребители ее расходовать, и утром вам снова нужно будет ее зарядить, вот как на таких вот станциях обновляемой, или там зеленой энергией, которая называется, которая вы потребляете, получаете ее из-за солнца или из-за ветра, не от сжигания угля или там ядерной реакции. Вы постоянно опустошили аккумулятор, зарядили аккумулятор, а человеческое тело у нас с вами получает постоянно энергию и не опустошает этот аккумулятор, и мы с вами постоянно находимся в переизбытке этой энергии. И у нас эти батарейки, они докрасно раскаляются, и вот диабет, по сути, это вот и есть некорректный менеджмент энергетической вашей составляющей. То есть диабет – это состояние, при котором у вас тело производило так долго инсулин, который должен связать эту глюкозу и отправить ее в жир, что дальше поджелудочная уже не может работать адекватно, и она вырабатывает этого инсулина все меньше и меньше. И он не работает так, как он раньше работал. И у вас постепенно начинает расти уровень глюкозы крови наверх. Сейчас покажу анализы девчонки, которая у меня была недавно на консультации в рамках ПГ-марафона, у которой классический преддиабет. И вот люди живут в нем годами, и они этого не понимают. Они это начинают понимать тогда, когда у них развивается полноценный уже диабет. Преддиабет. Ты не можешь почувствовать, ну как, переизбыток глюкозы, там потемнение кожи, черный акантоз, там синдром беспокойных ног, отсутствие фокуса, там ухудшается состояние кожи, нервных окончаний. Но вы это все списываете на простые симптомы, типа, а, там, выпью таблетку. А это и есть как бы ваш преддиабет. И выглядит он вот примерно таким образом. Смотрите, вот у человека то, что мы с вами описывали, инсулин, да, это вот живые анализы живого человека. Инсулин, посмотрите, очень много. Инсулин в красной зоне, то есть он в космосе абсолютно. Инсулина очень-очень-очень много. А глюкоза, посмотрите, 5.1. Обычно врач, когда делает анализ и забирает кровь, да, для контроля там ежегодного, вот он посмотрел только на глюкозу и говорит, здоров, свободен. И вот здесь огромная проблема, когда мы смотрим только по глюкозе крови, 5.1, да, ну супер, все, вопросов никаких нет. Мы в референциях для, да, показывают там 3.5, 5.5, это типа считается нормально. Но обычный врач не смотрит на вот этот показатель, который я смотрю в ПГ-марафоне, который я вас всех призываю контролировать. Инсулин, то есть вопрос, какой ценой вот этот показатель глюкозы у нас в норме. Показатель глюкозы у нас с вами в норме ценой гигантского объема инсулина. Вот у вас воочию пример живого человека, у которого преддиабет. Преддиабет. Переизбыток инсулина, который связывает гигантское количество этой глюкозы, которую ты потребляешь из пищи, потому что вот этот over nourishment, перепроизводство, переполучение энергии из еды. И поджелудочная должна, она не может, не может, ребята, не может не вырабатывать вот это количество инсулина. И дальше вы видите следующий по хвостику показатель, который вы тоже можете у себя отслеживать. Мочевая кислота. Euric acid называется она на английском. Вот это то, что дальше показывает на воспалительные процессы, которые в вашей поджелудочной с семимильными шагами просто выработаны. И вот это двигает вас в очень болючую такую проблему, которая называется подагра. И когда у тебя приступы подагры, у тебя боль такая в абдоминальной части, ты просто вещать просто свиньёй хочешь. И приступы подагры или панкреатическая атака на английском, pancreatic attack, или приступ подагры, это вот у тебя боль в абдоминальной части из-за того, что поджелудочная очень спазмирует, она воспалена, мочевой много, и эта мочевая кислота ваша, она же не просто так у вас, да, как бы с бухты барахты. Дальше вы видите у себя вот такую классическую историю, например, шишка, шишка, значит, на большом пальце ноги. Это вот если вы, например, в преддиабете, но у вас вот такая история, смотрите, вот эта шишка на большом пальце ноги, вот здесь откладывается эта мочевая кислота, которую он только что показал на анализах живого человека. Вот здесь откладывается, начинает отодвигать этот палец в сторону, это очень болезненно, неприятно. Дальше там какая-то чушь в виде, значит, в виде вот каких-то там напалечников, еще какая-то бредятина, которая продается разная. Все это, ну, маразм, вы понимаете, так это не работает. Потом пяточная шпора точно так же, и вот здесь вот этот вальгус, да, вот он откладывается, эта мочевая кислота в крайней точке кровотока, обмена. И она здесь откладывается, это минерал такой, да, который здесь как сталактит, можно себе представить, да, вот он. Или представьте себе, мочевая кислота поджелудочная, она как медный купорос, который когда-то мы, да, на экспериментах по физике или там кольцевые депозиты. Короче, она, ваш сустав выламывает изнутри. И вот вам показатель того, что вы в преддиабете, но вы можете даже не знать, что у вас он есть, без анализов вы можете узнать. Если у вас, например, там синдром беспокойных ног, выкручивает ноги постоянно, прям вам не имется этого говорить, потому что высокий инсулин, и он начинает уже периферическое повреждение проводить нервных окончаний и кровенесущих соединений. Это начальная стадия диабетической стопы. Начальная стадия диабетической стопы, и это тоже без анализов вы можете узнать. Когда вы вечером ложитесь отдыхать, и у вас крутят ноги, вам дискомфортно, как будто накачали раскаленным свинцом ваши в ноги, и тебе прям не имется. Вот это, ребята, то, что дальше приводит к периферическому разрушению на периферии, то есть руки, ноги, но в основном ноги, разрушение кровенесущих соединений и разрушение нервных окончаний. И идет это все к диабетической стопе. Я сейчас вам постараюсь показать, как это выглядит максимально, как бы без живых примеров, живых людей, потому что это выглядит ужасно. И у вас, смотрите, вот стадия 0, 1, да, стадия 0 и стадия 1. Стадия 0, это когда у вас просто синдром беспокойных ног вам крутит. Стадия 1, видите, начинает постепенно разрушаться ткань, и она разрушается из-за переизбытка инсулина, из-за переизбытка транспортного этого гормона. И по итогу это приводит нас к необходимости полного удаления стопы. Я сейчас вижу, да, вот тут у меня здесь, ну, я не буду вам показывать эти все изображения, вот такое вот еще график, мультяшное покажу вам, потому что это страшно выглядит. Это происходит разрушение, загнивание вашей же ткани, из-за того, что, опять же, переизбыток энергии приходит из пищи. Overnourishment. Преддиабет, много инсулина, инсулин в клетку отправиться не может, отправляется в жировые депо, вы продолжаете есть слишком много, жировые депо увеличиваются, инсулин продолжает разрушать ваши ткани в переизбытке. По итогу вот у вас диабетическая стопа, последствия синдрома спокойных ног, казалось бы, безобидного. Дальше история с вот этим, да, инсулином, она блокирует глюкогон, который мы с вами обсудили только что, вот этот глюкогон, он важнейший гормон, когда ты не ешь, он помогает тебе не падать глюкозе слишком низко. То есть вот ты не ешь, и твоя поджелудочная должна такая, опа, глюкогон нужен, хозяин не получил энергию, и мы вырабатываем этот глюкогон, и глюкогон помогает поднять уровень глюкозы крови из гликогена печени, например. А что еще лучше, глюкогон стимулирует жиросжигание. И самое грустное, что вы можете иметь 300-400 пол, представьте, 300-400 тысяч калорий в жире, представьте себе ситуацию, полмиллиона калорий в жире, представьте человека, вот этот толстючий живот, вот это все жирное, большая часть из нас где-то когда-то там были, или сейчас в этом месте есть, представьте себе, полмиллиона калорий в жире у вас. Вы пропускаете прием пищи, ваша поджелудочная не вырабатывает глюкогон, у вас падает уровень глюкозы крови, и вы чувствуете гипогликемию, упавший уровень глюкозы, начиная, да, все вот эти вот симптомы прекрасные, гипогликемия, шикарнейшие симптомы, вы просто представьте себе, да, вот как вы чувствуете себя симптомой гипогликемии. Значит, гипогликемия, это низкий уровень глюкозы крови, классические симптомы, потливость, бледность, чувство голода, раздражительность, значит, головокружение, сонливость, недостаток координации энергии, падает количество энергии, при этом у тебя есть полмиллиона калорий, сохраненных в жире. Это вот вы себе можете представить, что я здесь умираю с голоду, но вот в этой соседней комнате у меня пир на весь мир, скатерть, самобранка, гигантский накрытый стол, но у меня нет ключа к этой комнате. У меня нет ключа к комнате, где ломится стол от еды, а здесь я голодаю и умираю, понимаете? Вот это огромная проблема, и вот это преддиабет и диабет и инсулиновая резистентность. Переизбыток инсулина ведет к тому, что увеличиваются жировые депо, ты не можешь реализовать эти жировые депо, потому что у тебя поджелудочная атрофирована, и она не вырабатывает глюкогон, она тебе приходится все время есть. Ты не можешь нормально начать на диете сидеть, потому что тебе просто плохо, ты потеряешь сознание. Сейчас вам расскажу, что с этим делать, что вы не теряли сознание, потому что это же не годится, у тебя огромный запас просто танкер энергии, а ты не можешь ее реализовать. В этом проблема большущая, ребята, ты не можешь реализовать энергию, которая твоя же, представьте себе. И дальше вот эта граница, которую мы только что с вами обсудили, глюкозы, да, и вы видите, вот у вас есть два состояния, когда гипогликемия, когда мало энергии, мало глюкозы, плохо, да, все симптомы, и симптомы гипергликемии, когда высокий уровень глюкозы крови, то есть у вашей поджелудочной, на ней вся эта функция лежит, то есть представьте, гипогликемию она не должна допустить глюкогоном, а гипергликемию она не должна допустить инсулином, то есть поджелудочная должна выработать в определенное время определенный гормон, а когда у вас высокий уровень глюкозы крови, жажда, сухость во рту, слабость, головная боль, снижение остроты зрения, частое мочеиспускание, гипергликемия, это классический абсолютно симптом, который у огромного количества людей, и они этого не понимают, то есть люди просто пьют водичку часто, бегают в туалет ночью раза 3-4, нормальная абсолютно история, никто ничего не думает о том, что это там как-то плохо, и вы, почему эта фишка с водой, хочется пить, и почему ты бегаешь часто в туалет, гипергликемия, и почему эти симптомы нельзя пропускать, они рука об руку идут с диабетом, то есть вот смотрите, я вам сейчас показал, вот эта история с девушкой, молоденькая девочка, у которой инсулина, одна из моих пациенток, значит, инсулина у нее 14 единиц, а было 16 почти единиц, а глюкоза как бы в норме, вот девочка вам, у которой глюкоза в норме, сдержанная инсулином, куда этот инсулин девает эту энергию, которую она ест каждый день в переизбытке, только в жировое депо, но со временем, что происходит? Со временем происходит следующая история, вот этот инсулин начинает не справляться, со временем вот этот инсулин начинает не справляться, и эту глюкозу в вашем организме куда-то нужно деть, задайте себе вопрос, ребята, вот если у вас две альтернативы, первая альтернатива, в капкане погибнуть, или отрезать ногу и убежать и выжить, что вы выберете? Вы выберете отрезать ногу и убежать и выжить, как сделает волк, например, или крыса, вот представьте себе ситуацию, у вас в организме точно такой же выбор, или пан, или пропал, ваше тело не справляется, поджелудочное не справляется огромным, огромным объемом энергии, которую вы потребляете из пищи, и у организма вашего есть один только механизм, как эту энергию сдержать, больше инсулина, больше инсулина, еще больше инсулина, и наступает момент, в который недостаточно инсулина, и у нас есть один вот этот формат, отрезать ногу из капкана и убежать, один формат, отрезать ногу из капкана и убежать, называется сброс сахара в мочу, когда я беру анализ у ребят крови, некоторых я прошу сдать анализы к мочи, и что я вижу в анализе мочи, мы видим в исследованиях анализа мочи, высокий уровень сахара, в исследованиях анализов мочи, уровень сахара, это самый крайний, самый запасной формат, в котором ваше тело уже не справляется с переизбытком этой глюкозы, и моча сладкая, грубо говоря, в ней только сахара, потому что есть другая альтернатива, понимаете, одна альтернатива, это когда у тебя гипергликемия, у тебя слишком высокий уровень глюкозы крови, вы попадете в гипергликемическую кому, и умрете, организм понимает, что с сахаром нельзя играть в кошки-мышки, то есть когда глюкоза прет наверх, и, значит, я вам сейчас покажу слайд, да, вот это, смотрите, так, инсулин, инсулин левел, буду сейчас с вами рисовать вместе, значит, тут смотрите, какая штука, мой любимый слайд с глюкозой вашей, вот смотрите, вот так должна выглядеть, после того, как вы покушали, у вас всплеск глюкозы идет, и мы сейчас с вами здесь же будем рисовать, вы поели, у вас идет всплеск глюкозы, и за ней вследом всплеск инсулина, это нормальная танго работы вашей поджелудочной, вот то, о чем я сейчас говорю, то, чем оно вам угрожает, это вот после еды, если представить себе такую ситуацию, что у вас уровень глюкозы, представьте себе, что у вас уровень глюкозы, вот здесь вы, например, поели, и у вас уровень глюкозы пошел наверх, вот так, он попер у вас наверх, да, вы, например, съели что-то углеводистое, а представьте себе ситуацию, в которой ваше тело, вот сейчас я вам его отрисую еще лучше, этот уровень глюкозы, вот он попер наверх уровень глюкозы после еды, чтобы вам было видно, да, в космос, то есть за ним вследом должен последовать мой инсулин, который должен накрыть это все куполом, понимаете, накрыть куполом должен инсулин, вот так это все мероприятие, чтобы не было слишком высокой глюкозы крови, и не было вот тех симптомов, о которых мы с вами говорим, но у нас через время не получается накрыть куполом, у нас через время после того, как у нас пренебрежение правилами пользования тела, вот столько получается выработать только инсулина, и вот этот уровень глюкозы слишком высокий, ваше тело может либо оставить без контроля, вы упадете в гипергликемическую кому, и умрете еще раз, или мы попытаемся экстренно слить часть сахара в мочу, и это один из последних перед развитием полноценного, крупномасштабного диабета симптомов, когда сахар в моче, что делает ваш врач, что делает стандартно, вот если я работаю в поликлинике, у меня есть, ну мы скажем, инструкция хода моих действий, я беру у вас анализы, я работаю в поликлинике, я беру у вас анализы, я вижу какую-нибудь историю, где у вас глюкоза выше, чем должна быть, и я вам прописываю препараты вот этой вот группы, которые называются метформин, значит, метформин или глюкофаж, вот эти форматы, метформин или глюкофаж я вам прописываю, почему я вам прописываю эти препараты, потому что я вижу, что у вас вот в этом состоянии, на данном этапе, ваш уровень, значит, глюкозы, господи, где мой слайд, любимый, я вижу, что у меня вот в этом состоянии, да, вот он, сейчас будем заново рисовать с вами, уровень глюкозы у меня вот здесь, инсулин я вижу у меня вот здесь, будучи врачом стандартной практики, я могу вам только один формат посоветовать, как не умереть от гипергликемии, это прописать вам препарат глюкофаж или группы, которая свяжет часть этой глюкозы и добавит вам купол искусственный, в виде какого-то лекарственного формата, вот здесь я вам свяжу эту глюкозу и вот так вы уйдете домой с препаратом, который вам поможет умереть от гипергликемии, все очень просто, и здесь идет как бы расчет на то, что у вас еще есть какое-то количество вашего инсулина, видите, вот этот синий, который мы с вами нарисовали, синий, какое-то есть количество вашего инсулина, у вас есть, как всегда, лошадиный объем глюкозы, с которым нужно что-то делать, и мы вычисляем, какой вам препарат нужно дать, чтобы связать вот этот переизбыток энергии дополнительной помощи вашей поджелудочной, в виде там метформина, глюкофажа, какой-то чепухи, вот это называется диабет, то есть ты получаешь по-прежнему много энергии, преддиабет, который был годами, у тебя высокий инсулин и нормальная глюкоза уже сменился на диабет, у тебя просто высокая глюкоза и нормальный или высокий умеренно повышенный инсулин, и мы метформин или глюкофаж вам прописываем, а когда у вас развивается полноценный диабет первого типа, тогда у вас получается такая схема, смотрите, вы по-прежнему получаете лошадиный объем глюкозы из вашей пищи, которую нужно связать, ваш инсулин в этом случае уже от слова совсем, от слова никак не работает, вот его хватает настолько, или даже вообще не настолько его хватает, и у меня формат того, что я свяжу вам вашу глюкозу метформином, он не работает, метформина не хватит, или других препаратов, их не хватит, поэтому у меня остается один другой формат, прописать вам инсулин, который вы будете колоть, инсулин вы колете, и он прекрасно связывает переизбыток этой глюкозы или энергии, которую вы получаете из пищи, опа, мы накрыли наш куполом опять уровень глюкозы крови, и прекрасно, и замечательно, фух, слава богу, пациенту помогли, работа выполнена на сегодня день, мы молодцы, здесь, естественно, вот эта вот рука об руку идет, вот этот инсулиновый дефицит, или инсулиновая резистентность дальше, это все рука об руку идет параллельно с этим совсем, что вы просто понимали, параллельно с вот этим всем процессом, У вас параллельно идет метаболический синдром, параллельно у вас идет ожирение печени, параллельно у вас густеет кровь, у вас нарушается работа щитовидки, вы в риске инсультов, у вас повышается холестерин. От холестерина дальше, от холестерина дальше что происходит? То есть я, будучи инокринологом, вот здесь вас лечу от вашего диабета, пытаюсь подобрать вам препараты. Но параллельно с этим у вас же прет в космос уровень холестерина. Потому что ваша печень ожиревшая, ваш холестерин прет наверх, он начинает забивать ваши сосуды. CAC, там разные тесты есть, которые помогают нам узнать уровень пропускной способности ваших сосудов. И там кальций меряется, холестерин меряется. И чтобы холестерин не был проблемой, я вас отправляю или сам же вам прописываю что-то типа статина. Статины призваны нам с вами понизить уровень и обратить вспять холестериновую проблему. Статины должны связать часть холестерина. А если мы проведем параллель, понимаете, у вас же инсулина было много, был диабет, уже и второго типа, уже и первого типа диабета, с которым мы сейчас с вами пришли. Энергия, которую мы с вами переполучаем, она же не только идет в жировой объем подкожно-висцеральный. Первый орган, который давным-давно прекратил нормально работать у вас в организме с вот этим всем сценарием, это печень. Потому что печень это первый орган, который в свою структуру вбирает жир. И жировой гипотоз печеночный, он развивается очень быстро. Первые пару лет пренебрежения нормальным питанием. И вот у вас там здоровая печень весит кило-кило-сто. Через годик-полтора пренебрежения она становится вот такой, фиброзно-цирозная, раковая, возможно, и она не работает до конца нормально. Но она продолжает вырабатывать холестерин. Холестерин, 90% его объема в вашем организме вырабатывается печенкой. И переизбыток, и год, должны метаболизироваться печенью и выводиться из организма с калом, с мочой, перерабатываться. То есть такая переработка. И вот печень ваша не работает корректно. Она по-прежнему производит 90% холестерина, но метаболизировать его излишки не может. Потому что она ожиревшая. Ожиревшая она, а вот та история, которая у нас была с вами только что, которую мы с вами обсуждали, где у вас переизбыток калорийный, энергетический. И вот эта классическая история с нашим с вами over nourishment, который мы подняли. Изначальная книга доктора Питера Атии, которую я вам советую реализовать. Которая вам прям просто все это тоже очень хорошо по полочкам разложит. Так вот, смотрите, какая штука, ребята. Пока мы с вами пытаемся бороться с вот этой вот печенью, да, жировой гипотозной. Что нам могут посоветовать наши врачи? Наши врачи нам с вами могут и посоветуют, скорее всего, что-нибудь гипотопротектное, типа корсила. Но поскольку ваша печень не справляется, вам еще дадут, скорее всего, какую-нибудь историю, типа энзимов пищеварительных, потому что печень начинает барахлить. И видите, как оно все потихонечку, постепенно, понемножку начинает отставать. И я вам, с одной стороны, здесь прописываю инсулин. Здесь же, с другой стороны, вам мой коллега по цеху прописывает статины. Здесь же мы вам прописываем там какую-нибудь энзимы, потому что вы толком не можете усвоить. Естественно, параллельно с этим густеет ваша кровь. То есть кровь в состоянии, я вам сейчас покажу анализы, пример человека, у которого густеющая кровь, и где риск инсультов. Потому что кровь не может не густеть, если печень гипотозная, жировая, вы там мало пьете и прочая другая история. Классика абсолютная. И вот так вот выглядит, смотрите, вот у нас с вами пример липидного профиля. Посмотрите, все в красных зонах, холестерин в космосе, три глицерина в космосе. Все это образует ваши потом тромбы и прочую всю историю. И вот, например, у нас, да, человека в преддиабете. Инсулин на отметке 40, и глюкоза уже не сдержана, глюкоза уже тоже в космосе. Инсулина 40, глюкоза 6,2. Вот пример, когда пора метформин прописывать. И все это вместе мероприятие, вот у нас с вами, вы видите, гемоглобин, ваша кровь, да, которая несет кислород и питательный элемент. Вот 140 у нас гемоглобин при референциях, максимум 140 для мужчины, лучше 115 иметь. То есть вот у нас кровь, как кисель, которая нам прекраснейшим образом гарантирует фактически инсульт в ближайшие там 12 месяцев. Может завтра, может через 11 месяцев, мы не знаем. И вот, видите, не приходит одна беда, не приходит одна изолированная проблема. Вот у меня там вопросы глюкозы. Она не приходит, ребята. И, к сожалению, ваш врач не объясняет вам. Видите, мы вас лечим от симптомов, ребята. Каждый из этих случаев, который я вам сейчас описал, это симптом. Высокая глюкоза, высокий уровень холестерина, высокое давление, глюкоза в моче, не заживающие раны, чернейшая кожа, черный акантоз, развивающиеся папилломы, потому что на метаболическом синдроме лезущие миомы, кисты, аденомы, понятное дело либидо, вес как одно из. И мы с вами вот приходим, да, как бы к вот этому разбитому корыту. Ну хорошо, мы описали эти симптомы. Мы понимаем, что у нас есть какое-то лечение и менеджмент этой всей проблемы. Но, ребята, вы будете менеджментом заниматься одной проблемой, а вас огреет на ковальне и с другой стороны, и еще раз, ты страхуешь себя от давления и страхуешь себя от статинов, точнее от холестерина, ишемических болезней сердца, и разжижаешь кровь аспирином, потому что ты боишься инсульта, и твой врач знает, что если у тебя вот такой гемоглобин, что ты в риске инсульта, вам пропишут, скорее всего, кардиоаспирин, помимо всего прочего. И тут ты как бы, да, слава богу, и мы с врачом разобрались и связали глюкозу, да, и мы, слава богу, с врачом разобрались, взяли статины, слава богу, с врачом разобрались, взяли, ну, что-то, что разжижает кровь. Все. Но вы при этом продолжаете жить так, как вы жили. В плане отношения к телу. Еда, вода, активность. И вы, естественно, в метаболическом синдроме, который никуда не делся с этой площади, он выступает, и параллельно с этим вы не ожидаете, а у вас рак. У вас рак, который скажет, спасибо тебе, мой хозяин, за такое количество стимулирующих развития рака факторов. То есть какие факторы развивают рак? Фактор развивает метаболический синдром, высокий уровень глюкозы в крови, большое количество инсулина. Рак развивает то, что повышает уровень эстрадиола в организме, жировые депо. Рак скажет спасибо за то, что вы даете ему питание. Рак обожает глюкозу. И он растет на ней, как на дрожжах. И вы можете пить сколько угодно статины, страховаться от ишемических болезней сердца, разжижать кровь кардиосперином, защищаясь от инсульта, и употребляя там метформин от высокого глюкозы, объема крови или даже укалывая инсулин. Каждый день у вас рак. И он может где угодно вылезти. Это может быть рак мочевого, это может быть рак почек, печени, легких, кожи. И любое место, которое в определенный момент, и я недавно делал для вас очень подробный ролик, мутирует клетка и метахондрия клетки, которые являются главным энергетическим производителем в клетке. То есть когда у вас живая, нормальная, хорошая, качественная, доброкачественная клетка, работает на вас. И вот сейчас я вам расскажу фундамент о раке, чтобы вы просто понимали. Здоровая клетка человека. Здоровая клетка человека имеет, вы все помните, со школьной программы, у вас там ядро, значит, вакуолий, бла-бла-бла. То, что нас интересует, ребята, это метахондрия. Значит, и метахондрия в вашей клетке, это вот тут, электростанция, которая обеспечивает все это мероприятие энергией. И эта энергия может быть, ну, бинарной мы ее назовем. Вы можете работать на глюкозе, и вы можете работать на кетонах. Это два разных типа энергии. Новорожденный младенец работает на кетонах. Большая часть нас с вами работает на глюкозе. Это, знаете, как вы можете на бензине, можете на солярке, можете на авиационном керосине. Да, вот такой супер, как бы, flexible engine, да, такой вот. Ты на чем угодно можешь его топить. Все горит. И вот ваша клетка, она создана эволюцией, чтобы вас подготовить к тому, чтобы в разных ситуациях вы по-разному работали. И вот представьте, что в какой-то определенный момент начинается мутация этой клетки, и она меняет свою, в принципе, структуру настолько, что, во-первых, метахондрия начинает работать, и она не нуждается в кислороде, а вы всегда нуждаетесь в кислороде, да, любая реакция в клетке приходит и проходит только при наличии кислорода. А раку не нужен кислород. У рака нет. Называется этот процесс A-pop-tosis. Значит, сейчас я вам его покажу. A-pop-tosis. Значит, A-pop-tosis. Это процесс, значит, видите, A-pop-tosis is programmed cell death. Это естественный процесс, когда клетка понимает, что что-то идет не так. Клетка отмирает. A-pop-tosis, процесс отмирания клетки. Как такое, знаете, это не то чтобы самоубийство, это естественный процесс гибели клетки. Если клетка не выполняет свою функцию корректно, если она в конце своего жизненного цикла, если она мутирует или патоген какой-то. И вот этот A-pop-tosis, процесс, который губит естественным путем ненужные клетки в организме человека. Вот его нету раковой клетки. То есть, если ваша нормальная, живая, добрая, качественная, хорошая клетка любой ткани от 90 до 120 дней отдала энергию, разделилась, A-pop-tosis умерла. То ваша раковая клетка бессмертна. Раковая клетка бессмертна. И у нее нет процесса A-pop-tosis. Ее метахондрия работает без наличия кислорода. И она ферментирует свою энергию. Она нуждается в источнике энергии. Раковая клетка нуждается в сахаре, в глюкозе. Если у вас рак или вы его боитесь, лучшее, что вы можете сделать, это контролировать количество глюкозы, которое вы потребляете. Потому что большая часть из нас, значит, среднее количество сахара потребляемого человеком. Значит, сколько в среднем съедает сахар человек? Значит, смотрите. Учитывая статистические данные, можно утверждать, что в среднем человек употребляет в день минимум 90-100 грамм сахара. То есть, среднее количество потребления глюкозы и сахара 15 ложек в день. А если вы посмотрите, сколько сахара в крови? Значит, в перерасчете, да? Значит, по возрасту, повышение, по крови норма ложек. Если я вам так пересчитаю, смотрите. Значит, согласно рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, ВОЗ, норма сахара в день составляет не более 25 грамм. Значит, это потребление, они нам пишут. В перерасчете на 5 литров вашей крови у вас 1 чайная ложка в вашем организме сахара. Если пересчитать всю глюкозу, взять, и вот вам, да, репрезентовать ее, вот физиологически нормальный объем сахара, какой в организме здорового взрослого человека. 1 чайная ложка. А вы потребляете в день в среднем 15 ложек. И вот эта потребительная переизбыточная история с энергией, она должна быть связана инсулином и поджелудочной, и дальше от этого начинается весь этот процесс метаболического синдрома. И ваш рак здесь стоит, понимаете, в этом цеху производства энергии, и говорит, спасибо, отсыпьте еще. Если вы хотите бороться с этим раком, или не дать ему заиметь место в принципе, ваша самая прямая обязанность перед своим телом, если вы не хотите иметь рак, лишить ваш рак любого возможного формата появления, то есть не дать метаболическому синдрому завязаться. Убрать излишек глюкозы и сахара. И поймите, не знаю, что вы должны потреблять 1 чайную ложку сахара. Есть в вашем организме такой процесс, он называется глюкониогенез. Страшное слово, смотрите. Глюкониогенез, ребята, глюкониогенез. Процесс, во время которого тело производит глюкозу из веществ, изначально не являющихся сахаром. Понимаете? Глюкониогенез. Значит, метаболический путь, приводящий к образованию глюкозы из неуглеводных соединений. В частности, перувата, бла-бла-бла. Вот вы сейчас тут начнете, значит, путаться во всех этих замечательных историях. Но я так говорю к тому, что вы можете получать глюкозу из жира. Ты съедаешь 100 грамм сала, и ты получаешь такое количество энергии, и твое тело будет производить глюкониогенезом тот объем, который тебе нужен. Понимаете? Это уникальный инструмент эволюционной приспособенности нашего вида с вами. А мы с вами не потребляем ведь 100 грамм сала, или там 200 грамм сыра, или там еще. То есть стандартное меню здорового человека, о котором мы сейчас с вами будем говорить, оно не нуждается в значимом объеме глюкозы. Нет необходимости иметь вот те там гигантские цифры по глюкозе, о которых идет речь сейчас. Вы потребляете? И вот если мы сейчас с вами возьмем, да, вот купол такой построим над всем, что я сегодня вам рассказал, да. Вы помните, поджелудочное, инсулин, переизбыток энергии, преддиабет, затем диабет, подбор препаратов по контролю сахара, затем подбор инсулина, затем там рак, вся эта история там с жиреющей печенью, переизбытком энергии. И все это, все это вообще мероприятие у вас в организме появляется только из-за того, что у вас переизбыток калорий, которые вам, вы потребляете больше, чем вам нужно. И когда вы потребляете больше, чем вам нужно, одно дело потреблять больше, чем вам нужно, с правильным БЖУ, но так же ж неинтересно, ребята, так же ж неинтересно. Вы не потребляете просто больше калорий, чем вам нужно. Вы потребляете их самым припаскудным, БЖУ, белки, жиры, углеводы, распределение из возможных, самым припаскудным, худшее из возможных историй по изменению необходимых водных данных. То есть, если мы с вами поймем так, да, мне нужно 2000 калорий в день, мне нужны жиры для гормонов и здоровья, и мне нужны белки для аминокислот, для мышц, для тканей, и мне нужно процентов 10 из общего количества энергии на день из углеводов, чтобы получить водорастримые витамины и минимум клетчатки для кишечника. А, не, большая часть из нас так же же неинтересна, кусочек мяса и салат съесть, кого ты этим удивишь, нужна тарелка картошки, нужен сладкий компот, нужен нормальный прием пищи, вы все знаете этот нормальный прием пищи, я вам его недавно показывал, да, вот сейчас домашняя еда, значит, так неинтересно скушать мясо, значит, салатиком. А, вот у вас пример, то, что, что интересно, пельмешки, интересно, конечно, интересно, потому что у вас сразу возбуждается фантазия, пельмени, это тесто, у которой гликемия 80, и мясо, сразу всплеск глюкозы, сразу всплеск, да, предвкушения, например, пицца или какой-нибудь мясной пирог, опять же, тесто, комбинация, большое количество углеводов, и, например, король всего на свете, это мясо с картошечкой. Это сразу возбуждает фантазию, потому что, еще раз, у картошки гликемия вообще 95, у сахара 60, и мясо ваше, да, вот это возбуждает фантазию, хочется съесть. А, кстати, кетчуп, ребят, 60% кетчупа это сахар по составу. Такое блюдо хочется съесть, а я вас прошу только овощи и мясо, так уже меньше интересно. Почему меньше интересно? Потому что эволюционно, опять же, мы с вами приспособлены получить как можно больше калорий из углеводистого, потому что они всегда эволюционно были нам доступны, скажем, сезонно. Чем больше ты съешь сезонно доступных продуктов, которые быстрее перевариваются а-ля углеводы и быстрее идут в сало, тем у тебя больше шансов не сдохнуть холодной и голодной зимой. А? Какой поворот? Потому что тот, у кого больше жира, тот имеет больше шансов выжить. А мы сейчас с вами возвращаемся к базовым стандартным функциям любого живого существа. Одноклеточная амеба или многоклеточный жираф, гигантская горилла или вы, хомо сапиенс. У всех живых существ две главные функции. Выжить и размножиться. Выжить и размножиться. Выжить это ваша история с поиском калорий и желанием их съесть. Размножиться это немножко не про сегодняшний ролик. И вот выжить это поиск калорий, которые могут быстрее всего усвоиться и дать больше всего тебе жира, потому что жир это твоя страховка на предмет, ну вы поняли, да, сдохнуть холодной и голодной зимой. А в современном формате у нас с вами нет необходимости выжить холодной и голодной зимой. В современном формате у нас есть другая потребность, накормить как можно больше, как можно проще и как можно быстрее, и чтобы дальше идти работать. И вот получается такая фигня, мы потребляем с вами продукты, которые не столь дорогие, достаточно доступные, они быстро готовятся, которые хочется есть, играя на том рефлексе, да, как бы эволюционном, когда тебе хочется больше углеводистого, причем дешевле. Понимаете, картошки нажраться и там какой-то там формат легкого салата, это другая история, нежели вы возьмете, например, то, что будет вам очень полезно, например, возьмем там мясное рагу. Я вам всегда даю пример мясную рагу из говядины. Ты берешь жесткую говядину, недорогую, не нужно дорогую, и ты ее тушишь несколько часов, и у тебя получается не просто, да, вот там с пюрешкой, а просто мясо. 3-4 килограмма, я вчера, ребята, только купил в Лидле, в нашем замечательном, я вам сейчас, блин, я не снимал этот рецепт, ребят, я сделал мясо по-французски. Я купил 4 килограмма мяса, нарезал его тоненькими слайсами, чуть-чуть его отбил, чтобы дети его могли, выложил, получается, вниз в противне мясо, дальше маскарпоне с луком, сыр, маскарпоне с луком, сыр, маскарпоне мясо, сыр, все, 3 слоя получилось. И получился такой, как бы, не то чтобы слойный пирог, но он очень тонкий, оно пропеклось, оно настолько мягкое, и маскарпоне не дает лишней воды, хотя оно чуть-чуть там есть, да, и сыр дает такую структуру, и на салат помидоры, огурец, там, лучок, соль, перец, там, можно сметаной заправить, можно заправить, там, оливковым маслом, все равно. Вот это костяк, мясо, салат, это очень было дешево, очень дешево, представляете, что 4 килограмма мяса, у меня большая семья, у меня трое детей, всех нужно накормить, всем должно прийтись по вкусу, очень просто, вот такое, да, меню, и вот ты понимаешь, что тебя меньше возбуждает идея просто о мясе и салате, чем идея о мясе с картошкой, потому что это гликемия высокая. В этом вся фишка, ребята, то есть, если подводим, если мы с вами подводим итог, мы понимаем, что вы должны, чтобы не наломать всех этих дров, о которых сейчас идет речь, только ты, и никто, кроме тебя, ни ваша жена, ни ваш муж, ни ваш бойфренд или партнер, ни ваша баба-повариха в столовке, никто не будет париться по поводу того, как вы пользуетесь своим телом, ребята, это только ваша ответственность. Моя задача здесь, как педагога, рассказать вам, что нужно, а ваша задача закрепить это в вашей бытовухе. Нужно поменять кардинально отношение к тому, что и когда естся. И здесь мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры. Нужно обязательно поставить лайк этому видео и подписаться, потому что вы здесь всегда найдете помощь в сохранении вашего здоровья, ребята. Бесплатную, ребята. Искреннее желание помочь. Все эти годы я всегда с вами в живых прямых эфирах. Пожалуйста, в YouTube, пальцем наверх, обязательно поддержите, обязательно подписывайтесь. Здесь внизу у вас есть возможность нажать, значит, галочку или вот здесь вот двое точие нажали, выпадает меню, вы поставили лайк. Только ваша святая обязанность, да. И дальше самая такая, понимаете, неприятная тема. Неприятная тема, ребята, это я вам честно скажу, я же там курил, пил, ленился и прочие все другие моменты. И здесь вот мы сейчас немножко вылезем с вами на вчерашний мой ролик. Вчерашний мой ролик посвящен именно биохакингу. И вот биохакинг это, да, вот вчера, если вы напишите, Алексей Ворон, инструкция по биохакингу. Вчерашний вот этот ролик, он там его посмотрел чуть меньше людей, чем обычно, потому что, ну, как-то темы по-разному заходят. Но биохакинг это именно инструмент, который позволяет тебе обрести, выдерживая все переменные, еда, вода, активность, там, закаливание, спорт, в бытовухе. Выдерживая эти все моменты, создать условия, которым тело будет адаптироваться тонусом. Вот это самое главное переменное. Мы с вами создаем условия в современной культуре с переизбытком калорий, с отсутствием активности, которым тело адаптируется атрофией, впоследствии рак, диабет, ишемические болезни сердца, инсульты. Я хочу, чтобы вы создавали условия, в которых ваше тело будет атрофироваться, не атрофироваться, а адаптироваться тонусом. И тонус этот вы можете изо дня в день, не так эпично, как вот эта моя тарелка овсяного печенья, я его ем, и все идут к чертовой матери. Не так эпично. Но 10 тысяч шагов в день, покушать после 12, а лучше часа, съесть мясо, салат, не бойтесь вашего сала, вашего сыра, ваших яиц. Потому что чем ниже гликемический индекс продукта, тем меньше идет в жир печени. И вы начнете терять вес, и самое главное, вы возьмете под контроль уровень глюкозы. То есть вот это самое главное и простое объяснение процессов метаболического синдрома, инсулиновой резистентности и этого пресловутого диабета. Ты потребляешь больше, чем тебе нужно энергии из БЖУ, где у тебя управление идет эмоцией. И самое для меня, ну вот мне хочется выйти на площадь и орать просто через мегафон на всех эндокринологов, врачей, которые вот, да, ну представьте себе. За 80 сезонов моего курса ПГ-марафон ко мне пришли тысячи людей, тысячи диабетиков, тысячи людей, у которых проблемы с холестерином, тысячи людей, у которых проблемы с гипертензией, тысячи и тысячи и тысячи людей, которым я, слава богу, смог помочь. Но вот каждый раз, когда я беру в руки анализ, который они мне приносят от их врача, каждый раз, когда я беру заключение, которое они приносят мне от их врача, я ни разу, и вот смотрите, 8 лет моему курсу ПГ-марафон, в Праге я 15 лет и моей практике персональной более 10 лет, ни разу я не видел за все эти годы ни одного заключения врача, где бы он не прописал глюкофаж, метформин, статины, аспирин или что-то, а сказал, голубчик, идите домой и займитесь своим питанием. Такого ни разу, никогда, ни при каких обстоятельствах не было. Потому что если мы к с вами вернемся к самой базе, к вот этому слайду, который я вам показывал, да, и на нем вы сейчас все поймете. То есть смотрите, какая штука. Проблема вашего приема пищи, следует за ним инсулин. Это нормальная танго в вашем организме. Мы с вами берем и мы представляем классический прием пищи, где я обожрался, как обычно, до хрена всего. Тело должно, значит, связать это все инсулином, чтобы не было гипергликемии. Это мы с вами прошли, это мы поняли. Что такое преддиабет? Преддиабет, это когда у меня много глюкозы и много инсулина, и глюкоза по итогу как бы окей, потому что она связывается с большим количеством инсулина, и мы это не диагностируем, в принципе, никак. Пошел, до свидания. Что такое диабет? Диабет, это когда у меня не хватает связывать мою большую глюкозу, инсулина, и он вот так, и часть этой глюкозы вылазит, и часть мы ее закрываем препаратами типа глюкофажа или метформин. Что такое диабет первого типа? Это когда у меня уже настолько мало моего инсулина, что он вообще никак не справляется, и с препаратами тоже не справятся, потому что слишком много. У нас есть один формат прописать инсулин, чтобы его колоть, и чтобы он связал этот объем глюкозы. И вот здесь возникает как бы фундаментальный вопрос. Алло, гараж, а может быть нам стоит задуматься изначально о вот этом всплеске глюкозы после приема пищи, и может нам следует пациенту попросить не жрать вот столько глюкозоповышающих продуктов, а попросить контролировать меню, и чтобы у нас вот столько было инсулина, точнее глюкозы после приема пищи, и тогда даже твоего покалеченного своего собственного инсулина хватит, чтобы это все связать. Вот в этом суть проблемы, понимаете, большинство эндокринологов и врачей, они не лезут вот в это БЖУ. Они даже не пытаются вам проконтролировать, что, когда, сколько раз вы едите, чтобы всплеск глюкозы был меньше. Им проще прописать вам или инсулин, или глюкофаж, и до свидания. Моя задача вам объяснить, что ваша святая обязанность взять под контроль всплеск глюкозы только при помощи того, что и когда естся, ребята, что и когда естся. А что и когда естся? Это кусочек мяса и салат. Вместо классического приема пищи, который у вас даже, может быть, когда-то считался полезным. Сейчас я попробую найти вам вот эту историю. Значит, пюре с мясом и первое. Классический прием пищи, который у нас с вами выглядит, да? Второе. Это картошка-мясо. Здесь у нас с вами у картошки гликемия 90 пюрешка, вся история. На первое блюдо у нас с вами суп. Вот сейчас попробуем найти где-то суп. Суп это что такое? Вода, в которой плавают макароны, у которых гликемия более 90. Просто хлеб идет, скорее всего. Так, на первое. Так, а ну-ка, дай-ка мне. Классический пример супчика какого-нибудь. Я вам сейчас покажу. Так, вот вам пример супа, да? Хлеб, гликемия 75, что вносит ваш уровень глюкозы в космос. Суп, в котором картошка и макароны. И вот это, ребята, дальше на второе блюдо у вас. Вот смотрите, пример. Да? Суп, картошка с мясом, компот и булочка с вишней на сладкое. Вот у вас 75% углеводов, которые куда-то нужно деть. И ваше тело не понимает, куда деть эти 75% всего объема калорий, которые вы употребляете из углеводов. Оно не понимает вообще, как с этим работать. Мы эволюционно к этому не приспособлены. В этом фишка, ребята. Тело говорит, дружок, ты чего вообще-то, как? И дальше начинаются лошадиные объемы инсулина. Сбросы этой энергии в мочу. И дальше тело опускает руки, оно говорит, все, я не могу. И дальше ты или умрешь от гипергликемии, если продолжишь так есть. Или следишь на препараты, и дальше умрешь от рака или инсульта, который ты продолжаешь выкармливать. То есть, твои святые обязательства, чтобы у тебя не было диабета, тебе нужно элементарно поменять систему своего питания. Все. Но тут нужна дисциплина. И здесь большая часть людей сыпется. Когда я говорю, съешьте мясо и салат, или яичницу с кусочком бекона, и можете себе какие-то десерт приготовить, если вам захочется сладкого. Людей хватает на неделю. Они возвращаются к своим старым баранам, и на завтрак идет тост с нутеллой и укол инсулина в живот. Потрясающе. Люди готовы умереть, зажирая себя в могилу, и готовы заполучить диабетическую стопу с разрушением тканей и отнятием конечностей, нежели поменять систему своего питания. Представьте себе, диабетическая стопа это периферическое разрушение тканей, где твое тело гниет. Это доказанный факт того, что оно гниет от диабета. Так это называется, диабетическая стопа. Диабет это мисменеджмент энергии, который ты же приносишь в свой организм переизбытки. И здесь, понимаете, здесь нет генетики. Это не значит, что у мамы было, у бабушки было, у тебя будет. Точно так же, как если дед умер от рака из-за того, что он курил, отец умер от рака из-за того, что он курил, а если ты не будешь курить, то ты не умрешь от рака. Так прекрати курить. Но большая часть людей это недоступно, это логика. Они думают, что если дед курил, отец курил, я должен обязательно это делать, да? Но это метафорично. В этом случае все мы понимаем, что курить плохо, слава богу. А большая часть людей с едой, к сожалению, не дошли еще до этого, понимаете, вывода. Большая часть людей с едой, у них как бы менеджмент такой. Домашняя кухня это хорошо, мамины беляши, бабушкины оладушки и супчик от мамы или там от сестры. И это прекрасно. Но это неправильное пользование телом, ребята. Вам нужно менять это на фундаментальном уровне. Нужно отталкиваться от того, что 10% должно приходить калорий из углеводов в день максимум. Это овощи, ягоды, пару каких-то там абрикос, слив или там что-то типа там груши какой-нибудь. То есть не хлеб, не каши, не картошка, не рис, не крупы. Не существует того, что вам принесет какой-то полезный формат, такой быстрый источник энергии. Он вам принесет отсутствие голода, всплеск инсулина и удовлетворение на ближайшие 2 часа. А вашему телу что-то с этим нужно делать. Вот это ключ к пониманию метаболического синдрома, инсулиновой резистентности, диабета. Он же лишний вес, он же предшественник ожиревшей печени, из-за которого это все происходит. И ваши загустенные крови, объемы и ваш инсульт. Он же переизбыток холестерина из-за того, что печень жировая и ишемические болезни сердца. И он же спонсор рака, который только и ждет своего часа, чтобы проявиться. И рак обожает метаболический синдром, который мы с вами держим уж тем более на домашней кухне. И уж еще более тем более на обычной столовской кухне, где у тебя и качества нихрена нет, и производная по БЖУ еще хуже, чем в домашней кухне. Обычно мы были сейчас в зоопарке, ребята, столовая в зоопарке, ну как кафе-столовая, да. На каждом столе ведро картошки фри. Картошка фри это припаскуднейший картофель сорта, вышезамороженный, отжаренный в рапсовом масле. Или кановом масле, или, ну что-то. То есть картофель выполняет функцию губки для самого провоспалительного припаскудного масла. Блестяще абсолютно. Вот это вот то, как и каждый стол. Вот мы ходили с семьей в зоопарк. Огромный пражский зоопарк. И прямо в центре зоопарка прикольно, там разные там кафе, всякие разные такие истории. Вот я иду по эти столы, я просто в шорохе вообще. Это уж что люди, и на каждом столе этой картошки кучи просто, и все, ну там остальное там. В кляре огромные банки Кока-Колы, эти все напитки. То есть вот ваши 80, 70, 60 в лучшем случае, если повезет, процентов углеводов из меню. Понимаете, какая фигня. И вот так это работает, да. И мы такие, вау, полегче, полегче, брат, полегче. И мы поехали, прошлись по зоопарку, дети куксили, хотели там этой картошки. Понятное дело, потому что они там в школе где-то, они знают, но дома мы не делаем. Поехали домой, дома у меня было наготовлено, у Даши тоже было наготовлено. Такие-то терамису, и прекрасно покушали, все с пользой, и отлично. А если нужно где-то взять с собой, у меня есть много форматов, как вы можете взять с собой, как вы можете готовить под видео в YouTube. В описании есть инструкции, как нашему телеграмму подписаться. Там куча рецептов вы можете готовить. Все будут счастливы, все будут рады, все будут довольны. Ваши телеграм-рецепты, да, и сладости, и основные блюда. Пожалуйста, смотрите, ребята, это шикарнейший абсолютно инструмент, который даст вам возможность приготовить, и чтобы не было того, что я на диете. Вот это больше всего бесит, я на диете. Что значит я на диете? Это значит, что я подразумеваю, что я должен мучиться? Нет, значит, что вы можете и вкусно кушать, и полезно, и при этом главное правильно приготовить. То есть, если человек никогда не бывал в космосе, это не значит, что это невозможно. Это значит, что это просто технически нужно реализовать немножечко более, да, как бы корректно и правильно. Так, а мы с вами сейчас начинаем дальше работать. И, родные мои, у нас с вами основная тема, главная, абсолютно потрясающие важности, история с диабетом. Все, я надеюсь, вам сейчас понятно. Пожалуйста, подпишитесь. Пожалуйста, прокомментируйте, напишите, Алексей, спасибо за полезный ролик. Вам это абсолютно секунда дела подписаться, а моя задача, мое дело жизни педагогическое доносить до вас пользу. И у нас с вами, слава богу, 4 миллиона человек в месяц смотрят наши видео. 4 миллиона человек в месяц мы можем вытащить за уши просто из этой пучины метаболического синдрома, из этих главных страшных рисков. Спасти вас, помочь вам, а вы, в свою очередь, поможете своим семьям. Это потрясающая гигантская работа, для меня великая честь, ребята. И очень многие из вас пишут, как вам попасть на консультацию, как вам попасть на какое-то персональное введение или еще какие-то. Ребята, это некачественная работа, когда за час я вам нарисую по вашим анализам или по вашим жалобам такое количество информации, что вы запомните из них 5%, и дальше вам нужна следующая консультация. И следующая консультация. Это нечестно. И так не должно быть. Поэтому мы не работаем с персональными консультациями. Мы ведем наш курс по геморофону, который имеет лицензию Минздрава через Креспублики, которую я обновляю каждый год. И уже 8 лет практики, и мы берем группку небольшую со всего мира. Ребята к нам записываются. Каждый месяц мы 3 недели вместе. И вот представьте себе, вместо часовой консультации я 3 недели с вами проживаю. Закрытые чаты, свои прямые эфиры, свои разборы. И 3 недели мы там и по жалобам, и по вопросам, и по подбору анализов витаминов, и по как закрепить все эти знания вашей бытовухи. И вот 21 день вместе, причем расслабленно. Не значит, что вы должны 21 день присутствовать, смотреть. У вас есть свои чаты наши, где я присутствую все время. У нас есть возможность постоянно общаться. 24 на 7 поддержка идет нашего директора ПГ-марафона Ивана, который все время в чате поддерживает. Я все время в чате поддерживаю и отвечаю на вопросы. И вот так мы составляем вот в этом 21-дневном курсе уникальнейшем. С нашей стороны огромное количество работы, конечно, а с вашей стороны польза, которую мы видим, как мы помогаем. И вот это по-настоящему правильная работа. Не взять деньги за консультацию, которая стоит как 21-дневный курс, и до свидания, а по-настоящему отработать. Поэтому такое великое счастье и гигантская гордость для меня, что мы берем маленькую группу. Если вы хотите к нам попасть и по-настоящему свое здоровье улучшить, пожалуйста, под видео YouTube и в Instagram, инструкции, как нам присоединиться. Но это не значит, что вы не можете это делать уже сейчас и инвестировать свое здоровье самостоятельно. Можете и должны абсолютно. Я еще раз. 4 миллиона человек смотрят, я могу помочь только лично 50. Но в наших видео мы всем 4 миллионам сможем помочь, и всех 4 миллиона сможем вытащить, если вы будете работать самостоятельно. Ребята, прошу вас в нашем с вами YouTube. Вот здесь вот у нас бежит под видео описание. Вы раскликнули описание под роликом. Здесь у вас на pgmarathon.gmail.com инструкции, как нам отправить заявку. Здесь же у вас ссылки на наши телеграммы с рецептами. И вот у нас все, что входит в нашу программу. И в нашем Instagram, ребята, точно такие же инструкции, как нам присоединиться. Значит, вы найдете в первом посте, который у меня закреплен в моей ленте. Уже сейчас беру ваши вопросы. Должен только показать. Вот в моем Instagram первый пост вот здесь написано «Регистрация, новый сезон открытый». Вы на него нажимаете, и у вас выскакивает слайд. И здесь вся инструкция. И под видео инструкции можно полистать, посмотреть отзывы, сколько ребята сбрасывают. И комментарии, и прочие все другие моменты от тех, кто уже прошел программу. Ребята, жду вас.